Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Сейчас у нас в планах исследовать вот этот жилый дом, он достаточно большой. Тут вход, там вход, может они вообще все одним объединены, я не знаю, будем разбираться по ходу. Возможно у нас вся серия уйдёт на это, не знаю, как получится. Так, здесь мы уже всё поисследовали, но можно ещё раз к бате Куну заглянуть. Он спит и ничего не происходит. Ага, ботиночки. Так, блин, кицураги, отойди. Ага. Ага, там деньги. А, эта дверь закрыта на навесной замок. На доске мелом написан номер 11. Посмотреть замок. Прочная металлическая штуковина, но скоба изрядно проржавела. Хороший болтарез мигом с ней расправится. Лучше достань болтарез, иначе тут ничего не добиться. Ага, постучать. Нет ответа. Понятно, понятно. Скоба ломается, как ветка, и замок со стуком падает на пол. Теперь ты можешь войти. Ага, после вас детектив. Не думаю, что, конечно, он одобряет наши действия, но всё же. Яркий плакат с белой звездой. Настоящая литография. Книги с критической теорией об ужасах капитала и всяком таком. Фотографии революционеров, позирующих с оружием наперевес. Революционеры очень любят позировать с оружием. Опа. Костюмный пиджак. Ну-ка. Классический белый летний пиджак. Такие любят члены Сарамирисской коммунистической партии и представители дружественной субтропического наркокартеля. Вне зависимости от их политических амбиций, сидит он хорошо. Посмотрите на этого парня. Ха-ха. Это чё, Карл Маркс? А, ну, Красс Мазов, да. Гипсовый бюст изображает мужчину средних лет с роскошными бакенбардами. Внизу на табличке указано имя. Красс Мазов. Если честно, он действительно немного похож на тебя. Почему у того, кто здесь живёт, в спальне стоит бюст Красса Мазова? Белая звезда. Фотографии на стене. Я думаю, мы вломились в квартиру юного коммунара. Лейтенант осматривается. Потом бормочет себе под нос. Обстановка подстать. Угу. Ким, ты должен признать, этот Красс Мазов чертовски похож на меня. Минуточку. Вы для этого сюда вломились? Выяснить, не Красс ли вы Мазов? Я должен принимать во внимание и проверять все возможности. Вот только Красс Мазов мёртв уже 50 лет как. Ну, уважь ты меня хоть немного. Неужели не видишь сходства? Ну, вас явно роднит любовь к бакенбардам. Но похоже, что старик Красса выпивал куда меньше, чем вы. Так. Откуда тебе знать? Понятно, что этот бюст просто идеализированное представление. Что ж, хорошо, наклоняется к бюсту лейтенант. Давайте поищем особые приметы. Он проводит пальцем по бледной точке, украшающей скулу бюста. Кажется, у него здесь была родинка. А у вас? Не знаю, я же не вижу своего лица. Хорошо. Ну, вот ещё один важный момент. Красс Мазов похож на самарийца, а вы нет. Да ничего он не похож. Да, похож. Посмотрите на его глаза. Разве его мать не была самарийской мигранткой? Я и сам отчасти самарийц. Хорошо, вы победили. Устала прикрывать глаза лейтенант. Будь по-вашему, вы Красс Мазов. Мне всё равно. Он вновь открывает глаза и наклоняет голову с тихим недоумением в глазах. Но почему вам так важно было доказать, что вы Красс Мазов? Так. Даже не знаю. Я не знаю. Просто у меня такое чувство. А я доверяю своим чувствам. Хорошо. Красс. С нажимом говорит лейтенант. Как скажете. Самоубийство Красса Мазова. Ага, снижает риторику. Ты никак не можешь выкинуть из головы назойливую мысль. Красс Мазов, отец научного коммунизма, генсек коммунистической партии Шеста и Града. Во время предвековой революции глава правительства 11 дней, обладатель шикарных бакенбард и бороды, лицо коммунистического движения, засунул ствол в рот и застрелился и умер. Когда сидел в своем кабинете, а все вокруг него рушилось? То есть он просто сдался? Ну так себе материал для пропаганды. Верно? Ага, стань коммунистом, стреляй себе в рот. Что-то в этом не дает тебе покоя. О, у нас даже есть возможность поизучать это. Ну да. Ну да. Но что-то я пока бы не стал вкладываться, потому что она там эту риторику снижает и вот это все. Отец Мазов, герой рабочего класса. Отдача из бюсту. Тот, кто здесь живет, определенно разделяет ваш энтузиазмом. Он наклоняется ближе, вглядываясь в фотокарточки революционеров на стене. После революции коммунистов осталось не так много. Похоже, среди молодежи встречаются последователи идеологии. Ага. Тому, кто здесь живет, хорошо бы подучить экономику и узнать, как она на самом деле работает. Полагаю, что именно этим он и занимается. Лейтенант наклоняется ближе и берет книгу по экономике со столика. После революции коммунистов осталось не так много. Похоже, среди молодежи встречаются... Опять это, да, понятно. Красмазов был извращенцем, вероятнее всего зоофилом. Очень странное суждение, но допустим. Лейтенант приподнимает бровь. Терпеть не могу извращенцев. Благодарю за то, что поделились своими ценными мнениями о человеческой сексуальности. Лейтенант делает вид, что читает открытую книгу по экономике, лежащую на столе. Я не могу вообще никак описать этот поток мыслей какой-то просто вот, ну... Ого! Семь, ничего себе. И, кстати, да, коридоры соединяются. Это не может не радовать. Открытка Буги-стрит. Ну-ка, это че такое? Измята открытка с фотографией рынка на Буги-стрит пятилетней давности. Улыбающийся продавец рядом со своим товаром. Мертвыми петухами. Петухи подвешены за ноги под навесом. Красная кровь стекает по тротуару. Мимо скользят размытые фигуры прохожих. Замечательно. Просто отлично. Ну, я себе уже набрал даже на ночевку одну. Что не может не радовать. Вот в эту штуку попасть только не могу. Объявление. Опечатано по решению ассоциации риэлторов Мартинеза. Так, ты слышишь, как внутри кто-то ходит и передвигает мебель. На табличке номер 10. Шаги резко прекращаются, но к двери никто не подходит. Ты чувствуешь, как за дверью нарастает напряжение. Судя по звуку, это женщина. Женские туфли. Снова постучать. Но на этот раз шаги приближаются. Кто там? Требовательно спрашивает напряженный и опасливый женский голос. Откройте, полиция. А, а я обязан открывать? Ты снова слышишь, что цокот каблуков. Когда она подходит к двери вплотную, ее интонация становится оборонительной. У вас есть ордер? Я не обязан открывать дверь, если у вас нет ордера. Идемте, говорит лейтенант. Но у нас нет причин заходить в эту квартиру. Всегда проще, когда у тебя есть хоть какая-то причина действовать. Логично. Дверь в квартиру 9 заперта. Так и в эту заперта, ну, типа зачем? Квартира 8, почтовый ящик переполнен. Надпись на стене. Отряд для расстрела богачей. Так, целая комната. 16 дней холодного апреля. На обложке изображена черно-белая радуга над скоплением бетонных зданий. Книга рассказывает о тяжелой судьбе двух влюбленных во время этнических беспорядков в Юго-Граде. Жанр психологический реализм. Так, сохраниться и взаимодействовать. Потому что, насколько я помню, книги очень неплохо время пролистывают. Ты держишь в руках 16 дней холодного апреля. За авторством Екатерины Дал. На обложке изображен ряд бетонных зданий, над которыми раскинулась черно-белая радуга. Да, книга кажется необычно тяжелой, будто обложка отделана свинцом. В Граде такое возможно. А она длинная? Ты перелистываешь страницы. Они тоньше, чем тебе кажется, а шрифт очень мелкий и убористый. В книге почти 600 страниц. Настоящее искусство должно быть плотным и сложным. Если чтение не похоже на битву с лютым медведем, то грош ему цена. Так, посмотреть на обратную сторону обложки. На обороте. Огромная черно-белая фотография автора. Как она выглядит? На фотографии она кажется не старше 35, но с обложки на тебя смотрят полные печали глаза старухи. Это холодная и отстраненная проза, в которой описывается эпизод времен Югоградских восстаний 20-х годов. Молодежь переворачивала мотокареты и поджигала мусорные баки, а тяжеловооруженные гвардейцы бросались на толпу и орудовали дубинками направо и налево. Югоградские восстания происходили с 1927 по 1929 год. Они подогревались этнической напряженностью и государственными репрессиями. Эти события часто интерпретируются как конечная точка периода кратковременной либерализации, которая получила название Югоградская весна. Как и все подобные периоды, этот широко представлен в искусстве и в литературе. Автор мучительно подробно описывает социально-экономические предпосылки выхода граждан Югограда на улицы. Целые века унижения и отчаяния. И вот посреди всех этих волнений происходит встреча двух молодых людей. Читать дальше будет физически больно, ты уверен? Ага, прочитать еще 10 страниц. Ого. Счастье мимолетное. Это жестокая штука. Абсурдное государство ломает влюбленных и они предают друг друга. Она становится защитницей режима, а он шлифовальщиком линз в фер... О, господи, фердидирке. Конец. Просто отлично, мне в кайф. Болевой порог. Ага. Положить книгу обратно. Ну, не так уж много времени прошло. Ага. Раскинувшееся внизу море выглядит холодным и по-зимнему серым. Ну, за это даже дали очко навыков, что не может не радовать. Прям супер. Но... На что-то его тратить я пока не хочу. Кто-то пробил стену. На столе старый список покупок и банковские платежи. Что здесь произошло? Банк не может опечатать квартиру, у которой дыра в стене. В нее же все равно можно попасть из соседней. И у этой даже двери нет. К сожалению, ничего ценного тут не осталось. Кроме продуктов в холодильнике. Действительно. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Ну, вон. Штука похожая на огнетушитель. На зафет, так называемый. Плюс... Денежки. Так, сейчас мы с этой старушкой поболтаем. Минуточку. Так, ну что, посмотрим, что нам эта женщина скажет, расскажет. Обождите минуточку. Пожилая женщина опирается на швабру. Ее костяшки побелели, как полотно. Похоже, ей тяжело дышать. Как холодает. Бенхит всегда хуже становится. Она чихает в грязный носовой платок. Вы в порядке, бабуль? Может, врача? Да у меня все хорошо, не переживайте. Она начинает кашлять. На щеках появляются красные пятна. Ты все же переживаешь. Есть из-за чего. Чего вы от меня хотите, полицейский? На уборщице. Она знает, что здесь за квартирой, и кто в них живет. Кто вы такая? Никто. Просто старуха, которая убирается в коридорах. Вы здесь живете? Да. Да разве ж это жизнь? Она сплевывает на пол. Но сразу вытирает стену шваброй. У меня наверху комнатушка, рядом с угольным чуланом. Она размером с чулан, но я не жалуюсь. Нет. Она задирает подбородок, а глаза у нее сверкают. У меня там кровать, чтобы уложить свои старые кости, а больше мне ничего и не надо. Больше она ничего и не получит. Морской ветер колотит в дверь угольного чулана на балконе. Скользко... А, на балконе скользко от брызг. Она давно ни с кем не говорила. Даже ее фразы кажутся ржавыми. Я ищу молодого человека, лет 25, темные волосы, худощавый, курит на балконе. Да-да, я знаю, о ком вы. Тощий парнишка, вечно смолит, как черт. Она смотрит другой конец коридора. Где-то в здании начинает плакать ребенок. Ты слышишь, как радио переключают на ток-шоу, а кто-то идет в душ. А что он натворил? Ничего, я просто хочу с ним поговорить. Вы знаете, где он живет? Поговорить? Уборщица начинает смеяться, но смех... На смех оборачивается чудовищным приступом кашля. Она сжимает швабру, пытаясь восстановить дыхание. А что в этом было смешного? Наверху живет в 28-й. Идите на балкон, дверь выходит туда. Она показывает на восток. Обычно из дом... Обычно он дома по вечерам. Спасибо. Он поворачивается к тебе. Надо пойти постучаться в дверь с балкона. Посмотрим, дома ли он. Ладно, у меня есть еще вопросы. Спрашивайте. А вы знаете, кто жил в опечатанной квартире? А мне почем знать? Уборщица пожимает плечами, поджав губы. Отчего те становятся похожи на сушеный финик. Псих очередной, небось. Ей здорово не нравятся психи. Острая неприязнь. Почему в брошенной квартире дыра в стене? Да псих какой-то с катушек съехал. Сюда кого только нелегкое не заносит. Комната тут такие маленькие. Неудивительно, что хочется снести стену. Кто-то из жильцов уехал в отпуск. У него почтовый ящик забит. Народ приезжает и уезжает. Я же не слежу. Наверное, они просто переехали или умерли. И хорошо бы где-нибудь в другом месте. Какая логика замечательная. А кто живет в 10-й квартире? Там никто не живет. Квартира уже несколько месяцев пустая. Но я с кем-то говорил через дверь. Не может быть, говорит уборщица, качая головой. Я бы знал, если бы туда кто-то въехал. Замолчав, она выглядывает в коридор. Может это снова те маргиналы? Вламываются к нам в дом, как будто им тут рады. Вы же полицейские, так сходите и посмотрите, ладно? Ну ладно. Вот и славно. А то, знаете, это молодежь, она хуже, чем крысы. Вечно раскидывают в коридорах пивные банки и всякий хлам. Но я ни одной не нашел, я бы подобрал так-то. А кто живет за дверью с висячим замком? А, это студент, будущий ученый. Лицо пожилой женщины вдруг словно расцветает. Кажется, он изучает астрологию в общественном колледже. Образование это хорошо. Я всегда говорю молодым, чтобы шли учиться. Астрологию изучает? Да, у него рядом с дверью какие-то звезды нарисованы. Он еще попросил меня не стирать. Вы про звезду с рогами, так это символ коммунизма. Символ чего? Это идеология, у нее есть благородные цели. Нет, нет. Нет, нет, нет. Тех, кто поддерживает рабочий класс в борьбе против капитала. Ладно, коммунизма. Ну, знаете, мировая революция и вот все вот это. В первый раз слышу, отвечает уборщица. Ее скручивает очередной приступ кашля. Ну-ка. Может, вы про астрономию? Я так сказал, астрологию. Лейтенант качает головой, словно говорят тебе «забей». Так, ладно, а если это сказать, что это все для безумцев, которые не знают, как работает экономика? Экономика? А кому какое дело до экономики? Пожимает она плечами, словно принимается подметать. Это символ того, кто хочет погубить наше славное государство в имя какого-то выдуманного равенства. Я в равенство не верю, не видела, чтобы оно работало. Она качает головой и возвращается к уборке. Ладно, расскажите мне про человека, который живет в конце коридора. Про Уона де Рюйтера. Уборщица начинает копаться в карманах, словно что-то ищет. Я не хочу говорить о де Рюйтерах, бормочет она. Почему? Да наркоманы они проклятые, морщится она, а иногда орут как черти. Не хотят, чтобы я убиралась у них под дверью, чтобы свары их не подслушивала. Поэтому она и не убирается после того раза. Тут наверняка был тот раз. До рукоприкладства не дошло. Просто она слышала то, чего не хочет услышать снова. Мы видели просроченные щита. Их собираются выселить. В этом доме их никто не любит, качает на головой. Их бы давно выкинули, если бы не мальчишка. Не люблю говорить об этих людях. Она смотрит в дальний конец коридора. Расскажите мне о Синде. О художнице? Фыркает она. Боюсь с ней мне ничего не поделать. Она портит стены быстрее, чем я их успеваю отмыть. Зато... Зато она не лезет ко мне. Уборщица опирается на метло. Про других такого не скажешь. Она бормочет что-то в ответ. А потом шумно отхаркивает на свой платок. Понятно. Так, мне там для этой Синде, кстати, что-то нужно было. Риторика. Ага. Ага. Ну, я покачаю, когда к ней пойду. Сейчас как раз выйду на этаж туда. Так, займемся сейчас молодежью тут, хулиганищей. Эта квартира должна пустовать. Вы проникли в нее самовольно? Прошу прощения. Разумеется, нет. Напугай ее. Скажи, что подозреваешь ее в каком-то серьезном преступлении. Уговорами тут ничего не добиться. Будь официальнее. У тебя множество причин, чтобы зайти. Мне не нужен ордер, что если я подозреваю проникновение. Ох, да ладно вам. Повисает пауза. А потом ты слышишь, как поворачивается замок. Но это было просто. Ловко. Замечает лейтенант Кивая на открывшуюся дверь. Оля. Оля. Плюс один к способам косвенного налогообложения. Состоятельный добытчик. Это туфли от Peer & Ingersoll. Вместо шнурков снабжены ремешком и пряжкой. За элегантную обтекаемую форму их называют самой продвинутой модельной обувью. Они настолько продвинуты, что к ним не липнут ни помой, ни грязь. Я просто не всем понимаю, что это за косвенные способы налогообложения. Что бы это ни было. Похоже, неплохой матрас. Не будь идиотом. Аж слышно, как внутри копошатся насекомые. Из коробки торчит блистер таблеток. Возьми его. Риэлтор. Довольны? Меня зовут Мариэла Шарпантье. Я работаю в ассоциации риэлторов Мартинеза. Я не вламываюсь. У меня есть полное право здесь находиться. Введите ключи. Она трясет связкой перед твоим носом. У нее приветливый голос. Хотя она явно тебя на дух не переносит. Хотите паспорт посмотреть? По закону вы не имеете права. Но почему бы и нет? Может вид на жительство показать? Она роется в сумочке и протягивает тебе паспорт в светлой бумажной обложке. Посмотрим на паспорт. В руках он кажется очень маленьким и хрупким. Под неприглядной муниципальной эмблемой напечатаны слова. Подконтрольная зона Ревашоль. На первой странице есть ее фотография с короткой стрижкой и личные данные. Будь дружелюбнее. Похоже все в порядке. Спасибо. Она убирает паспорт в сумочку. У вас есть еще вопросы? Через час мне надо быть в центре. Что вы здесь делаете? Она вздыхает и осматривается. Мне нужно приготовить квартиру для новых жильцов. Но, как вы видите, прошлый арендатор устроил тут погром. Отвратительно. А кто здесь жил? Какой-то старый доходяга. Бывший бизнесмен. Казалось бы, такой должен платить. Но она поворачивается, не зная, говорить ли дальше. Но это все было несколько месяцев назад. Так что вы еще хотели? Или это все? А то я тороплюсь. Ну, зато мы у него туфли отжали. Ладно. А кто жил в опечатанной квартире дальше по коридору? Ой, это тоже тот еще бардак. Предыдущий жилет задолжал нам за три месяца. Три. Мы закрыли квартиру и собирались пустить... Пустить ценные вещи с молотка, но... Опять же, я не знаю, как вообще можно было совершить настолько идиотскую ошибку. Но когда Рон пришел запереть дверь, он не закрыл соседнюю квартиру. А там дыра в стене. Говорит, как по учебнику. Наверное, она принимает какие-нибудь легкие стимуляторы. Типа... Прептида или... Периканина. Дыра в стене. Вы можете себе представить? Разводит она руками. Само собой, жилет забрал все свое барахло и сбежал. Раз, щелкает она пальцами. И нет его. Ни его, ни денег. Речь наверняка идет о какой-то мизерной сумме. Она не выносит некомпетентности. Вряд ли он вам задолжал какую-то серьезную сумму. Квартира выглядит так себе. Квартира отличная. Великолепная архитектура и захватывающий дух-вид на залив. Отличная вентиляция. Соседи. Жизнь. Душа. И к тому же экономичная. Говорю вам, у Мартины за большое будущее. Через несколько лет это будет процветающий район художников, артистов и радиокомпьютерных волшебников. Она будто бы считает их настоящими волшебниками, способными воскрешать недвижимость из мертвых и наполнять пустые банковские счета. Я похоже потерял деньги. Но я тут тоже ни при чем, так что в долг не просите. Ладно, а со стеной-то что случилось? Не спрашивайте меня, что случилось со стеной, я понятия не имею. Где нам взять время и средства, чтобы ее починить? Обе квартиры теперь сдавать нельзя. Обе. Она качает головой, скрестив на груди на маникюренные руки. Конечно, отвечает она с улыбкой, но глаза остаются холодными. Она просто ждет, пока ты уйдешь. Я не нашел в 10-й квартире никаких маргиналов. Там была риэлторша, которая готовила апартаменты для новых жильцов. Понятно. Она достает платок и вытирает нос. Но, если наконец-то какие-нибудь хорошие люди заедут, тут их не хватает. Я уверен, что все будет в порядке. Этому дому нужны постепенные изменения. Едва заметные. Ну, хорошо. Она не знает, что сказать, поэтому просто кашляет и повторяет. Надеюсь, это хорошие люди. Так-так, поступила информация о том, что где-то в Мартинесе замечены нормальные, разумные, умеренные политические убеждения. Да ладно. Это все потому, что в политических беседах я всегда выбираю ничего из перечисленного, да? В том числе, но не только. Может, дело в похмелье, может, это просто временный всплеск серотонина. Но что-то тебе подсказывает. Настало время стать подданным королевской совести. Расскажи-ка мне для начала, где находится это королевство совести? Это не место, это момент, который возникает лишь при правильном стечении обстоятельств. За всю историю человечества обстоятельства складывались нужным образом всего несколько раз. Ага, и как добиться этих обстоятельств? Постепенно. Уныль. Поддал бы скорость и быстрее бы добрались до цели. Величайшие катастрофы в истории случились из-за людей, слишком спешивших сделать мир лучше. В этом гениальность Долорес Деи. Она поняла, что в прогрессе нет никакого смысла, если его достижения утрачиваются из-за нестабильности. К настоящим устойчивым изменениям можно прийти лишь постепенно, шаг за шагом. А как же все то плохое и неправильное, что есть у нас сейчас? Ай-яй-яй, ты что, живешь в настоящем? Еще не знаешь, что ты должен ставить свои потребности выше потребностей будущего. Может, ты не доживешь до становления королевской совести? Может, до него не доживут и твои дети? Может, даже внуки? Но это же не повод не трудиться. Какая рациональность. Какой пиздец, говорит электрохимия. Погоди, путь королевской совести вообще подразумевает хоть какие-то действия или только сохранение статуса Кво? Ты согласен с тем, что статус Кво предпочителен хаосу и кровопролитию? Да. Вот видишь, иногда сохранение позиции и есть прогресс. Ладно, но на что вообще похоже это королевство совести? Суть королевства не просто постичь, а еще сложнее описать. Отчасти потому, что для этого человечеству пришлось бы отрицать множество категорий, которые определяют и ограничивают его сегодня. Королевство совести постапокалиптическое, постнациональное, постиндустриальное, постидеологическое и даже постсексуальное. Звучит шикарно. Алонсо, скорее в королевство. Придержи коней, рациональный ты наш. А ты чем слушал, когда я говорил о компромиссах и постепенном достижении цели? А, точно, постепенно в королевство, да? Так-то лучше. И запомни, настоящая демократия ревошоли не за горами. Пройдет немало времени, но когда она наконец наступит, все мы станем немного счастливее. О, да. Вот, так. Я хочу драму подкачать, мы ее давно совсем не слышали. Вот. Потом, что за искусство концептуализация отвечает? Можно ее тоже апнуть. 4, 5. Иторика. Иторику бы апнул еще. До пятого уровня. Сила воли снижена из-за урона. Хм-хм-хм-хм-хм. Хм-хм-хм-хм. Ну, трепет мне там для чего-то нужен тоже. Но сейчас качать у него пока неохота. Ну, пока пусть одно очко навыков болтается. Хм-хм-хм. Душевная боль велика, но демократия подбирается незаметно. Постепенно ты начинаешь замечать изменения в погоде. Когда идет снег, кажутся мягче снежинки, опускающиеся на твой истерзанный тревогами лоб. Когда идет дождь, он теплее. Демократия приходит в административный регион. Идеи долларианского гуманизма вновь закрепляются в сознании. Да и как может быть иначе? Это идеи коалиции и интернационала моралистов. Хороших парней. И не только хороших, но и могущественных. Что же будет, когда их продуманные планы воплотятся в жизнь? О, кол до Мамадаква скоро будет изучено. Через 24 минуты. Пойдем на балкон пока. Ну, как раз в 6 она там фактически ровно будет изучена. Разруха во всей красе. Частично уцелевшие арки выдают богатую историю этого здания. Оно возвышалось над гаванью, пока с ним не случилось это. Угу. Попробовать догадаться, что произошло. С северо-востока на город обрушился крупномасштабный обстрел. Тяжелая артиллерия забрасывала побережье снарядами. Выстрелы с воды прямыми попаданиями разрывали ревошоль. Это здание прикрыло город от самых страшных бомбежек, но потом его уничтожил открытый прямой огненный рубеж. Так, посмотреть на океан. В бухте Мартиниса поднимаются волны, которые перекатываются через развалины здания. Большая часть развалин скрыта под темной водой. Что не поглотил океан, растащили. Что не растащили, скормили океану. Так, посмотреть на руины в воде. Это арки. Явно служили опорой для чего-то большого. Там, где когда-то было 9-12 этажей, осталось всего 3. Проект реставрации провалился. Уничтоженное снарядами так и не было восстановлено. Глубоко под водой надежно укрытые песком и илом лежат железные каски солдатские. А также кости их владельцев. Фаланги, ключицы. Теперь они лишь мусор на дне океана. А кто за этим стоит? За этими повреждениями? Авиация. Соединенные силы акцидента Играда, а также добровольцы из Меска. Армия пяти государств. Сотни воздушных судов. Они сосредоточили воздушный флот дальше, в заливе Ревашоля. Орудия были такие мощные, что одного гироскопа для стабилизации кораблей было недостаточно. Их еще и ставили на якорь, закрепляя на океанском дне. Многие по сей день здесь. Если прищуриться, далеко на северо-востоке можно разглядеть едва заметную тень на воде. Пушки по-прежнему готовы открыть по Ревашолю умиротворяющий огонь. Боевой корабль коалиции «Стрелец» способен выпускать по 50 снарядов в минуту. По 20 просчитанным траекториям. Через 58 секунд снаряды достигнут Ревашоля. Слушай, Кима, ты знаешь, кто так обстрелял наш город? Коалиция, отвечает лейтенант, но это было очень давно. Думаю, нам стоит двигаться дальше, здесь прохладно. Ему не нравятся подобные разговоры о политике. Он боится, что дискуссия может привести к разногласиям, как это обычно бывает. Угу, нарисовала она тут всякое. Так, приветики, подруга. О, легавые научились забираться по лестницам. Я думала, четвероногие на это не способны. Но смотри, у тебя получилось. «Юная леди, у вас неприятности?» «Конечно, конечно, дядюшка Мейнар, серьезные неприятности». Она скрещивает руки на груди. «Ты же вооружен, металлоискатель, коллекция крышек от бутылок и осколков шрапнели». «Запах – это ее ведра с краской, это…» «Не краска, это мазут». «Мазут красного цвета, используется только в государственных автомобилях, по крайней мере, должен». «Концептуализация». Мне кажется, просто на самом деле для этого что-то еще нужно, но пусть так. Угу, все-таки можно повысить концептуализацию, прям еще немного. Все равно восемь, да? Да ладно, нам прям вообще единички не хватило. Ну, неплохо, неплохо. Семнадцать. Хм. Можно потыкаться, попробовать ее убедить, потому что стену-то мы эту все-таки проломили. Изначально… Ага, тут концептуализация, тут логика. Во, теперь у нас намного выше шансы. О, семнадцать процентов, пошла жара. Четырнадцать. Ну, короче, сейчас я за кадром это выбью. Ага, удалось. У тебя нет нужных навыков, чтобы воплотить в жизнь, но сама идея, боже, да? У нее просто крышу сорвет от такой идеи. Я хочу создать очень подобный скелет древней птицы, вымершей сто миллионов лет назад. Она прищуривается. А затем покрасить его красным мазутом, а потом поджечь его кебеням. Она шевелит губами. Поджечь? Шепчет она себе под нос. Ну, типа Феникс, ну, что скажешь? Она сутулится и бросает на тебя мрачный взгляд. Иди нахер, вот что я думаю. У тебя нет технических навыков для такого. Так в чем же проблема? Мне нравится твоя идея, жаль, что она пришла не мне. Мне здесь такие конкуренты не нужны. Черт, это оказалось слишком круто. Но, Синди, искусство больше любого из нас. Тогда иди к своему ебучему искусству и проси кисть у него. Извини, я тебя ошибочка полагаю, мы перестарались. Ты же взрослый человек, офицер полиции. Зачем вообще пытаться произвести на нее впечатление? Может попробуешь по-другому? Ну, блин, попробую еще раз, только с другими вариантами. Хотя же это все ради того, чтобы кисть у нее отжать. Это ж... Прошу прощения, что приходится нарушать твое личное пространство, но я пришел забрать твою кисть, деточка. Ага, а я бы не отказалась от аэростата и миллиона мелкими купюрами. И что? Почему ты позволяешь этому крысенку бегать... ...вокруг тебя кругами? Покончи с этим немедленно. Извини, но я вынужден тебя еще раз попросить, отдай, пожалуйста, кисть. Она смотрит на тебя с подозрением. У тебя есть дети? Ты сейчас говоришь, как в самой грустной в мире папочка. Ну ладно, бери, у меня все равно мазут закончился. Она бросает кисть к твоим ногам. А знаешь, что можешь найти в машине, которую тебе предоставило государство? Красный мазут. А... А обычной краской нельзя? Смеешься? Мазут же намного круче. Даже не думай обезобразить эту прекрасную стену такой заурядной штукой, как обычная краска. Послушай, Ким, не мог бы ты одолжить мне немного мазута? Мой мазут для моей кинемы. Не можете сдерживать свои творческие порывы и используйте для них свой мазут. А мою кинему оставьте в покое. Мазут для государственных нужд? Вдохновлять, вдохновлять-то вдохновляет. Да что вообще такое это искусство? Отличный вопрос. Искусство – это результат творчества в разнообразных областях. Изобретательный, литературный, музыкальный, театральный. Это воплощение воображения и мастерства. Кроме того, это история, критика и просто чистое наслаждение. В общем, искусство – это высшая форма коммуникации, в которой переплетаются репрезентация, нарратив, эмоции и опосредственное воздействие. Ага, я смог бы стать частью мира искусства. Ну, то есть... Ты давно последний раз в зеркало смотрелся? С такой бородой и в такой одежде ты просто вылитый критик живописи. Дикий, всклоченный, пророческий. Возможно, тебе даже стоит попробовать себя в критике архитектуры. Погоди-ка, архитектура что, тоже искусство? Ладно. Пожалуй, я в последнее время и вправду настроен критически. Да, ты в поиске содержания. Речь не о банальном воплощении и воспроизведении общественных нравов, которые мы лицезреем на душном... на душных биеннале. Я говорю о настоящем живом искусстве. Стань арткопом, наполовину художественным критиком и наполовину копом. Угу. Стоп, разве я не должен быть копом на все 100%? Мне же дело надо раскрыть и все такое. Хватит мяться. Это что, попытка поработать в некой нерешительной кемповой эстетике? Тут нужна решительная форма. Твори или проваливай. Хм. Найди мазут, который используется для правительственного транспорта и возвращайся к стене. А. Ладно, если спастись от рутины, надо стать наполовину художественным критиком, то так тому и быть. Вот именно, твой долг не только в том, чтобы сдерживать уличных преступников, но и в том, чтобы ловить преступников печатной прессы и галереи. Этих вторичных малевателей и графоманов. Вперед, арт-коп. Покажи им свою дикую критику. Рви этот мир в клочки и вновь собирай воедино. Да, это очередной копотип, самый мерзкий, самый свирепый и жестокий. Арт-коп. Он никогда и ничем не бывает доволен. Для него все вокруг говно. Тебе нужна целая армада прилагательных и определений, чтобы описать и унизить посредственность работы и внешнего облика окружающего мира. Как следует, поиграй своими критическими мышцами. Вот только в конце концов, словарь для обличения посредственности становится твоей второй натурой. Ну, поехали. Мда. Но, я не знаю, если смысл пытаться переграть этот диалог, я бы попробовал. Ну, просто потому что мне интересно, получится ли. Так что, погнали. Попробуем сейчас другими фразами с ней поработать. Ну, допустим, я думал, тебе понравится моя идея. Мне нравится твоя идея, жаль, что она пришла не мне. Ага. Никогда бы не подумал, что тут такая мелочная и неуверенная в себе. Можешь оскорблять меня, сколько влезет, это ничего не изменит. Ле арткоп без ле материалов. Извините, ошибочка. Полагаю, мы перестарались. Так, ну, допустим, давай его сюда. Не то что, сбросишь меня с балкона и заберешь ведро с моего трупа? Синдзя, дай мне чертову кисть. Ну, она ее и так отдаст. Ну, понятно. Ладно, здесь мы закончили. Кисть принадлежит начинающей художнице по прозвищу Синди Череп. Щетина отвратительно воняет мазутом. Алюминиевая обойма заляпана краской оранжевой и зеленой краской. Да. Замок заржавел, войти не получится. Получится, сейчас войдем. Сверху хлопает на ветру брезент. Ржавеют забытые молотки и гвозди. Стул новый, там кто-то живет. Понятно. Ну, вот здесь, наверное, вот этот типок живет. А, ну, это выход на этаж. А, здесь и это живет, я понял. Подруга наша. Ну, это старушка, которая прибирается. Сотни крошечных лапок снуют там под решеткой городские крысы. Здесь кто-то спал недавно. Синди. Этого угля хватит не на одну зиму. Пахнет химией. Опа. Рабочие джинсы. Охуеть. Электрохимия, скорость реакции. Хм. Ну, они, конечно, выглядят как говно полное. Слишком уж они рабочие. Так, ну, здесь нечего делать. Можно только с Синди попытаться поговорить на эту тему. А квартирам, наверное, нужно идти к тем, которые ближе к охранной будке. Это ты спишь в угольном чулане? Ох, да ты не только узнал мой адрес, но и раскрыл мою самую страшную тайну. Я шахтер. Она действительно подводит глаза углем. У тебя нет нормального дома? А у кого он в этом городе есть? С грустью отвечает она, озираясь. Если она и грустит о потере какого-то конкретного дома, то эта грусть закрыта очень глубоко. Она ограждает себя от этого чувства. Ну, не самое лучшее место, конечно, но сгодится. Сгодится для чего? Здесь вообще ничего ни на что не годится. Она смотрит, как краска стекает по стене. Как и я. Прямо сейчас я ни на что не гожусь. Как только на улицах начнется ад, вдохновение неминуемо нагрянет. А пока здесь слишком тихо. То есть ты правда шахтер? Ага. И я все надеюсь, что дымоход рухнет прямо на меня. Но этого почему-то не происходит. Угу. Круто. Хочу еще кое о чем спросить. Ага. Валяй легавый. Это ведь твоя работа валять дурака. Понятно. Я думал, там бабушка эта живет. Хм. Дай мне минуту. Ну ладно. Наверное, меня больше ничего не интересует. А, я вспомнил, где двадцать девятая квартира. Это где неоновая вывеска. Вот она. Металлическая дверь, похоже, армирована. Кое-кто серьезно относится к своей безопасности. Номер двадцать восемь. А, ну, перепутал. Уборщица сказала, что здесь живет курильщик с балкона. Посмотрим, есть ли кто-нибудь дома. Постучать. Никто не отвечает. Похоже, нашего молодого человека нет дома. Пожалуй, лучше зайти вечером. Он оглядывается, вдыхая холодный весенний воздух. Надо вернуться завтра после работы. Как насчет двадцати одного? Подходит? Ты о чем? Курильщик на балконе. Мы поэтому здесь, не так ли? Он может что-то знать об убийстве. Так что, завтра в двадцать один ноль ноль? Он вдруг забеспокоился о твоей памяти. Не волнуйся, она на месте, по большей части. Ты способен вспомнить и запомнить. Ты справишься. Ну, ладно. Завтра в двадцать один ноль ноль. Здесь же, у квартиры двадцать восемь. Он записывает это у себя в блокноте. Отлично, идемте. Черт, оказывается, довольно сложно найти нужного человека в большом многоквартирном здании. Но не волнуйся, ты его отыщешь. Не забудь, завтра сегодня его, наверное, уже не встретить. Ну, ладно. На это что? Неизвестная квартира, понятно. Так. Ну, раз мы тут все закончили, можно пойти берег поисследовать. Что мне там с понедельника осталось? Найти где оружие убийства. Найти спиртное, выпейте. Добавьте предмет в руках. А. Ну, можно и выпить. Спойте под коровки. Убедите гарта. О, давайте сходим, споем под коровки. И заодно выпьем. Два квеста с понедельника сразу закончим. Физиология, но боевой дух уменьшается, да? Ну, ради опыта можно и потерять. Гарт, мне нужно спеть под коровки. Нет, не бывать этому. Да, но господин полицейский готов порвать зал чистейшей хандрой. Не нужно танцам больше хандры. Это как раз то, без чего они сейчас прекрасно бы обошлись. Ладно, зачем тебе вообще громкая связь, если ей никто не пользуется? Она для... Уверенно начинает он, но потом запинается. Не для кого. Она бутафорская. После великой коровки-катастрофы 44-го никого... Я никого к ней не подпускаю. А что случилось в 44-м? Много людей погибло из-за того, что один козел захотел попить в коровки. Но она не бутафорская. Она для клиентов. Я знаю, как она... Что она работает. Ладно, хорошо. Она для некоторых клиентов с неохотой, признает он. Я полноценный клиент. Я оплатил счета и имею право воспользоваться коровки. Ха, но... Находит контраргумент он. У нас нет кассет, все украли. Не беда. Моя песня при мне. Протянуть кассету с песней «Крошка церковь» в Сен-Сенс. В Сен-Санс. Мужчина в жилете в фиолетовой рубашке пялится на протянутую кассету. Потом он хмурится. Отчаянно. Так выглядит человек, потерпевший поражение. Он знает, что отговорки закончились. Ладно, ладно. Полезайте на сцену и делайте, что хотите. Только отвяжитесь. Он трясет на тебя кассета. Я вам поставлю чертова караоке. Отключу ее нахрен бормочь, что он себе под нос. О да, время надрывать. Ух ты. Теперь не только твои барабанные перепонки воспринимают звук. Вся твоя кожа... Минус энциклопедия. Вся твоя кожа превратилась в орган слуха. Ты способен уловить даже тихий и неслышимый шепот и молчание безмолвного бога. Ничто не ускользает от твоих ушей. Таракан шуршит в соседней комнате. Конфетный фантик упал на сухую траву. Пьяница свалился со стула в баре в 20 метрах отсюда. На самом деле... Ты не слышал кол до Мамадаква. Но ты точно знаешь, что у тебя отменный слух. Должно быть, это единственное чувство, которое не притупил в тебе алкоголь. Продолжай слушать. Супер. Восприятие 3. Энциклопедия минус 1. Но это жаль, конечно. Суга. Суга. Ну что, готовы к этому своему? Дайте знать, когда запускать караоке. Ким, гляди, я сейчас спою под караоке. Вижу, лейтенант отходит от сцены, готовясь к своему... Готовясь к твоему выступлению. Так, прижаться губами к микрофону и протестировать. Микрофон пищит и все вздрагивают. Ты чувствуешь себя неумехой. Как его держать-то и что? Просто петь? Где лучше встать? Так. Слишком близко к микрофону. Сперва осмотреть зал. Кое-кто тут есть, но в основном заведение смотрел послеобеденный сон. Наряду не слишком... А, народу не слишком много. Разумнее выступать вечером? Нет, но выбор за тобой. Да, всегда можно спеть вечером. В большой толпе не так страшно. Ну, споем в большой толпе, тогда пойдем погуляем немножко. Не знаю, правда, во сколько вечером тут нужно. Выйди вечером на сцену. Чем вам? Шесть часов не вечер. Опа. Это что такое? Там что-то есть. Из вентиляции несет затклым картофелем... Картофельным погребом по весне. Ммм, интересно. Опа. Это что за дофига точек появилось? Это что из-за того, что я так апнул? Как его? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Восприятие? Охренеть. На дереве что-то нацарапано. Едва видно, не забывай. Остальное затерлось со временем. Ммм. Ммм, прикольно, прикольно. Так много восприятия получили. Ммм, прикольно, прикольно. Впереди слышен скрип. Это вращается сломанная ось. Ммм, вот мазут нужный нам. Влет, вмерзла бутылка из-под какого-то алкоголя. Совершенно пустая. Вот оно, место тусы. Об этом говорят и кострищи, и сигареты, и пустые бутылки. Ммм, погоди, ты хотел сказать место преступления? Нет-нет, я о том, что было дальше, о тусовке. Ну да, тут явно много народу зажигало. Судя по количеству бутылок, зависали тут долго, а затонувшая мотокарета послужила центральным зрелищем для той компании. Подобно ледяной скульптуре в виде гуся или шоколадного фонтана. Смотри, Ким, тут, похоже, была неплохая туса. Похоже на то. Для них это было как представление церковное выступление великого клоуна. Что? Церковое выступление. Лейтенант поправляет очки и кивает. Пойдемте, детектив. Почему-то ему не хочется это обсуждать. Ага, вот деньги, это хорошо. Побитая мотокарета медленно тонет в Астровалийском океане. Она уже наполовину погрузилась в ледяную воду. Видны лишь вверх кабины, задние колеса и двигатель. В ледяной воде наверняка холодно и одиноко. Помнишь следы шин в Мартинезе? Они вели сюда. Так вот, куда вели следы. Похоже на то. Со странным выражением лейтенант осматривает разбитую машину. Давай осмотрим ее поближе. Согласен, отвечает лейтенант. Не сводя глаз с затопленной машины, определенно стоит ее осмотреть. Тебя охватывает нехорошее предчувствие. Когда ты смотришь на мотокарету, в глубокой темной холодной воде горло поднимается желудочный сок. Привезти рукой по холодному металлу. Мотокарета крепко застряла во льду. Чтобы ее вытащить, потребуется специализированная бригада. Ага, а какой модели этому мотокарета? Смогу разглядеть логотип? Логотип слишком глубоко в мутной воде. Не рассмотреть. Зато тебе попадается на глаза проплывающий мимо морской черт. Кто? Ммм, как давно она здесь? Машина еще не вросла в лед. Она... Он наклоняется, всматриваясь в холодную воду. Предположу, что она здесь с субботы-воскресенья. Верная оценка. Инцидент, по всей видимости, произошел в воскресенье вечером. Что ж, похоже, тут заезд Джейкоба Ирва и оборвался. Лишь шелест волн служит ответом твоему сарказму. Ты что-то сказал, лейтенант? Нет, смотрит он на тебя. Но я бы сказал, что машина здесь в субботу-воскресенье. Полное безрассудство. Да, да, полное безрассудство. И что нам делать? Давайте дождемся отлива и посмотрим, что внутри. Отличная мысль. Так мы сможем добраться до того, что внутри. Наверняка же наш гонщик оставил там что-нибудь славное. Оружие, документы, может, крутую куртку. Куртку гонщика? Куртка гонщика? Ты чувствуешь с ним странную связь. Может, он приехал из гонщицкого района и любит сине-белые машины? Это так, по-копски. Ага. А сколько ждать отлива? Не знаю. Час максимум два. Угу. Сесть на качели и ждать отлива. Ну, что-то время-то не это, не опнулось. Так, это мы читали. А какая мысль-то завершена? Я что-то не понял. Ты усаживаешься на старой проржавевшей площадке. Мир вокруг полностью затихает. Петли опасно скрипят под твоим весом. Лишь крики чаек высоко в небе разносятся, будто далекий смех. В море вокруг мотокареты трещит лед. Она очень синяя. Указать на затопленную машину. Да, весьма. У тебя есть любимая синяя вещь? Лейтенант смотрит на разбитую машину. Дайте подумать. Ну-ка, насвистеть мелодию. Мелодия на твоих губах вступает в странный, но красивый контраст с окружающим унынием. Опа. Лейтенант косится на тебя, а потом, глядя перед собой, присоединяется, прибавляя к твоей свою трель. Повыше и более мелодичную. Две птахи на проводе возле моря. Насвистывают, смотрят на воду. На тонущую машину. Дует ветер. Вдалеке за церковью какие-то бродяги спорят о пакете старой, что нашли в камышах. Еще дальше садится стая чаек. Ага, хоп, час прошел. Облака летят по небу, а тень от качелей ползет часовой стрелкой. Прошло полчаса. Кажется, придется подождать еще. Самое время предложить хорошую тему для беседы. От лифта что-то не торопится. Насколько мне известно, он повинуется закономерностям, заданным миллионы лет назад космическими силами. Но да, пожалуй, он мог бы и поспешить. Облака на горизонте... Наливаются тьмой. Ползет тень от качелей. Ты слышишь вдали ворчание города? Проходит полчаса. Хм. Как думаешь, я найду свой пистолет? Лицо лейтенанта внезапно становится крайне серьезным. Очень-очень надеюсь. Я вот подумаю, если бы я достаточно вложился в правильное питание и физкультуру, я бы смог выковать из себя живое оружие. Тогда мне даже не понадобился бы пистолет. Эхо твоего голоса скользит над водой. Странно, неуместное здесь. Проходит еще полчаса. Опа. Хм, там что, как у... А хотя нет. А теперь ты можешь разглядеть марку? Детектив, я мог разглядеть марку с того самого момента, как мы сюда прибыли. Странно, что вам не удавалось. Это Купри. Сороковая модель. Он обращает взгляд на тебя. Машина простая, без лоска. Ее любят рабочие и госучреждения. Он умолкает, задумавшись. Пожарные, служба по контролю за животными. Ну, понимаете. Такие люди. Ага, там еще какой-то номер даже на боку. Да, сорок один. Как думаете, что он означает? Он будто бы знает, что означает номер. Но хочет, чтобы ты сказал это сам. В педагогических целях. Он знает что-то об этом гонщике. Боже, нет. Мне жаль. Мне очень жаль. Сорок первый. Это сорок первый участок. В животе разгорается яма. Тебя охватывает ужасное чувство. Боже, Гарри, Гарри, что ты натворил? Нет, просто нет. Гарри, скажи, всему этому нет. Нет, нет, нет. Да, машина в море. Ваша. Признайте это. И будем думать, что с этим делать. Нет, ну реально, это же просто совпадение. Лейтенант лишь качает головой. Нет, это стритрейсер. Нет никакого стритрейсера. Все это время это были вы. Вы утопили машину в море. Боже, милосердный, я утопил машину. Свою машину в море. Ух. Боюсь, что так. Судя по всему, вы стартовали возле танцев. Перепрыгнули канал и утопили машину в море. Может, я за кем-то гнался? За кем? Скептически спрашивает лейтенант. Не думаю. Если уж на то пошло, вы, вероятнее всего, были пьяны. Наверное. Наверняка. И как нам ее вытащить? Детектив. Почти ласково отвечает он. Никак. В нынешнем ее состоянии в спасательной операции нет смысла. То есть она просто вот так там будет? Боюсь, она вот так будет еще много лет. Он осматривается. Сами поглядите, кое-какие запчасти еще можно снять, но в целом машина уже утиль. Я могу ее починить. Это очень маловероятно, вздыхает лейтенант. Вся электрика сгорела. И электромагнитный руль, и тормозная система. Найти там хоть одну целую запчасть было бы уже удачей. Он качает головой. А через пару месяцев от машины останется только ржавчина. Дешевле купить новую? Ну, не дешевле. Эта мотокарета стоит 40 тысяч риалов. Но глобально все равно разумнее купить новую, чем пытаться залатать эту. У меня нет таких денег. Будем честны, это заметный удар по бюджету вашего участка. Теперь он отводит глаза. Знаете, у нас на участке, кроме моей Кинемы, всего 4 машины. Это были 20% транспортного бюджета. Участка? После этого меня не примут обратно. Верно же? Люди важнее машин. Теперь он пытается тебя подбодрить. Обучить полицейского еще дороже. Люди, да, но не ты. Удостоверение, пистолет, а теперь это. Лейтенант поправляет очки и ничего не говорит. Есть еще и кое-что. Есть еще кое-что. Четвертое. Что ты потерял? Четвертое. Дороже, чем пистолет, удостоверение и мотокарета вместе взятые. Потеряно навсегда в пучине морской. Пока подзаряжусь, так сказать. Так все хорошо было. Мы весело насвистывали. Свистеть можно и сейчас, улыбается лейтенант. Вообще, темнее всего перед рассветом. Зато у нас есть подозреваемая. Коль уж мы смогли отыскать вашу мотокарету в море, может и ее отыщем. Ну, зато теперь хотя бы можно посмотреть, что внутри. Ну да. На, давайте поглядим. Зайдите в инвентарь, выберите раздел взаимодействовать, чтобы произвести действие с предметом. Угу. Потому что она и была. 15-я Индотриба состояла из 8 детей и Фабура из Северного Джемрака, которые бегали от диких псов из долины, прятали монетки под камнями и воровали вывешенное сушице белье. А порой и медные провода телефонных линий. Возможно, ты был одним из них. Должно быть, это детское воспоминание. 15-я Индотриба была твоей Индотрибой, намеревавшейся возглавлять Островалию. Все остальные из нее погибли. Разбились или передознулись, остался только ты. 10 сантимов за каждую проверенную зеленую сферу. Ля. А еще мы мысль одну потеряли. Отпечатки под дождь в снегу, они ведут прочь от места аварии. Так, ну это следующее, что мы исследуем. Когда я подходил к качелям, там загрался один вариант, который я не успел проверить. Сейчас посмотрим. Угу. Угу, впереди слышен скрип, вращается сломанная ось. Так, вот здесь появилось, да? Угу. Нет. Сейчас попробую найти. Так, вот этот диалог мы не проверяли, да? Лед в побережье трещит и ходит ходуном. Ну, такое себе. Идем дальше. Ну ладно, в общем мы походу ничего не пропустили. Пойдемте посмотрим, что в кинеме лежит. Опа, удостоверение. Дебюан. И мундир командира РГМ. Так, че он там? Полицейская волна и визуальный анализ. Ухля какой. Ну, у меня его особо не с чем носить, поэтому... Вот. Обшарпанная канистра из нержавеющей стали для перевозки и хранения мазута. Логотип за годы использования частично слез. Красный мазут государственного образца выглядит как краска, но пахнет гораздо хуже. Что-то я еще там же подобрал. О, смотрите какой красавчик там. Тонкий листок бумаги, покрытый толстым слоем синего акрила, на котором указано имя и звание сотрудника полиции. С фотографией смотрит более молодая версия тебя самого. Внутри этот человек уже надломлен, но выглядит еще более-менее презентабельно. Полицейское удостоверение с фотографией мужчины. Твоей фотографии. Сзади к нему прилипли водоросли. Я нашел свое удостоверение. По крайней мере, что-то хорошее из всего этого вышло. Лейтенант бросает взгляд на удостоверение, которое ты держишь. Так, изучить. Покрытая прочным пластиком синяя карточка с информацией водяным знаком в форме карты улиц западного Ревошоля. Ты видишь фотографию, имя и звание, номер документа, дату выдачи и в нижнем правом углу номер участка. Осмотреть фотографию. Серые-зеленые глаза подмигивают тебе с фотографией. Это фото старое. В этом нет сомнений. Но удостоверение новое. Ты использовал старое фото для нового удостоверения. Отличный выбор. Новое фото смотрелось бы не так. Насколько старое. Ему 8, а может даже 10 лет. Парень на фотографии довольно симпатичный, аккуратно подстрижен. И у него явно отсутствуют огромные баки. И он подмигивает? Почему? А ты как думаешь? Его лицо уже искажено гримасой. Хотя у него она выглядит не настолько гротескной, как у тебя. Похоже, когда-то ты был довольно обаятельным. Темные, слегка вьющиеся волосы. Глаза почему-то кажутся светлее, чем сейчас. И отчетности от алкоголя пока нет. А, отечности от алкоголя пока нет. Хотя в щеках уже проявляется. Не обманывайся, плохие времена уже начались. Ты верьте, что удостоверение в руках, и оно блестит на свету. На нем несколько строчек с информацией и сверкающий водяной знак. Ага, имя Гарье Дюбуа. Гарье. Ага, Гарье. Это полный вариант имени Гарье. То есть вы все-таки Гарье. Он задумывается. Эвраг был частично прав. Вероятно, немногие знают ваше полное имя. Тот, кто сказал ему, что вас зовут Гарье Дюбуа, я к ним не относился. Погоди, что это за имя такое Гарье? Это имя времен войны, революционное. Так добрые матери называют своих сыновей в смутные времена. Нетлен, Боец или Булат. Имя как броня. Ну, значит, буду Гарье Дюбуа. Очень приятно с вами познакомиться Гарье Дюбуа. Он не станет называть тебя Гарье. Он так и будет называть тебя офицер, когда зол и детектив в остальных случаях. Звание. ЛТН-2ЕФР. Лейтенант, дважды эфрейтор. Что значит лейтенант, дважды эфрейтор? Лейтенант это звание между сержантом и капитаном. Это самое высокое звание для тех, кто работает в поле. Я лейтенант. Ага, а дважды эфрейтор? Приставка эфрейтор добавляется к званию, если человека отклонил повышение. В вашем случае до капитаном, объясняет лейтенант. Вы отклонили его дважды, поэтому вы дважды эфрейтор. Отклонил. Этого может быть множество причин. Иногда звание в декантаже участка бывает занято. Или, возможно, человек не хочет заменять своего руководителя из уважения. А иногда офицер просто предпочитает продолжать заниматься работой, которая положена ему по званию. В вашем случае званию лейтенанта. Настоящая машина для перемалывания преступлений. А что такое декантаж? Это иерархическая система ревошольской гражданской милиции. Означает обратный отсчет до двух. Эта система основана на модели двойного руководства, которые пользовались левые во время революции. Они, в свою очередь, позаимствовали ее из работ по экспериментальной психологии университета Кёнинштайна прошлого века. Самое низшее звание – младший офицер. Обычно его носят подростки. Затем патрульные офицеры. Затем сержанты, лейтенанты и капитан. Вот и все, за исключением нескольких отклонений. Ага, каких? Таких, как сателлит-офицеры и дополнительный эфрейтор в звании. О чем я уже говорил. Как ни крути, получается, что ты старше его по званию. Ага. Погоди-ка, сателлит-офицеры. Человек получает звание сателлит-офицера, если его напарник очень быстро продвигается по службе и сателлит продвигается вместе с ним. Вы, похоже, с сателлитом не были. Ага, значит, ты терпел мое говеное поведение, потому что я старше по званию. Нет, я терпел, потому что, несмотря на нестандартный подход, вы отлично выполняете свою работу. Это важнее, чем утопленная в море мотокарета. Он ободряюще улыбается. И мы даже нашли ваше удостоверение. Он доверяет тебе. Пока что. Не напортач. Хм, я думал, мое звание алкаш. Да, по всей видимости, в прошлом у вас была довольно успешная карьера. И он замолкает и внимательно смотрит на тебя. Из этого я делаю вывод, что, возможно, ваша текущая ситуация – это временно. Спасибо, это обнадеживает. Хорошо, произносит лейтенант с мемолетной улыбкой. Так, серия, Рев-12, тттм, тттм. Это просто серийный номер. Ревошоль, Джемрак, Участок 41. И еще несколько цифр для красоты. Эти цифры здесь не для красоты. У них есть административное назначение, которое, к сожалению, полностью стерлось у тебя из памяти. Так, дата выдачи 7 ноября 50-го года. 4 месяца назад. Предполагаю, тогда вам было присвоено звание лейтенант, дважды и фрейтор. Новое удостоверение обычно выдают при получении очередного звания. Кажется, у вас все вышло хорошо. Это дело тебя серьезно придавило. Нужно сбросить давление, смерть уже дышит в затылок. Ты практически уверен, что дела у тебя шли нехорошо, но... Вот лучше вполне возможно. За 4 месяца многое могло произойти, особенно зимой. Зимой тебе всегда нелегко. Это ты точно знаешь. Я помню, это время. Галстук неожиданно стягивает тебе шею. Это было хорошее время. Мы соблюдали равновесие между работой и выпивкой. Что случилось, чувак? Поднажми. Участок 41? Да, это ваш участок, 41. На моем удостоверении написано 57. Этот участок отвечает в основном за грузовой порт. Сплошной асфальт. А 41 более... Он замолкает. Что? В этом участке тяжело работать. А вам приходится иметь дело со всем джемроком. В этом районе должно быть 3 участка. Но деньги решают все. Неудивительно, что ты такой. Какой есть, думает он. Но с другой стороны... Но с другой стороны, на его губах появляется тень улыбки. Это легендарный район. И участок не чета другим. Должно быть это одновременно честь и проклятие. Работает с такими людьми, как Прайс, Маккой, Бердяева. Робертс, Фейербах, Дмитри. В твоем мозгу внезапно возникают имена товарищей. А что значит тебя? Это честь работать с тобой? Не спрашивай у него, спроси себя. Ну да, содержательно пообщались. Отпечатки подошв на снегу. Они ведут прочь от места аварии. Похоже, оставивший эти следы был либо не в себе, либо пьян до чертиков. Ну да, ну да. Нам скоро уже идти петь надо так-то. Одно лодки недавно просмолили. Под брезентом припрятана лодка. Отличные новости. Лодка достаточно велика. Взрослый мужчина твоей комплекции сумеет уместиться под ней, лежа на спине. Погоди, а что мне там делать? Ну не знаю, спать. Что делают под лодками? Зрительная краб просто оценивает окружение, а ты уж сам решаешь, что с этой информацией делать. Отличные новости. Я нашел новое место для ночлега. Что? Я могу и расследование до конца довести в этой лодке. Там сухо, ветер не сдувает и денег платить не надо. Саркастическое самобичевание нам сейчас совсем ни к чему, офицер. Понимаю, ситуация удручающая, но мы должны продолжать расследование. У тебя где-то есть дом, как и у всякого копа. Когда все закончится, ты сможешь туда вернуться. Сквозь разбитое окно видны пыльные полки и забытый стул. Серьезно, вот загружать для того, чтобы войти в эту маленькую локацию? В тусклом свете, который проникает в комнату, виден красный стол. Просто красный стул, лишь красный стул в пустой лачуге. На полке, кажется, лежит пыльный галстук бабочка. Не на что смотреть, так ведь? Хм, слышь, Ким, мы где? В чьей-то заброшенной лачуге? На побережье, в Мартинезе. Он смотрит на тебя, в Ревошоле. Он испугался, что ты вдруг забыл. Угу, а чего стул такой красный? Просто предмет мебели. Он смотрит на пыльный стул. С него облезает красная краска. Сходит кровью, нет? Хм. А наша подозреваемая могла здесь остановиться? Здесь он осматривается. Ничего не указывает на то, что здесь кто-либо был в последнее время. Жилье заброшено. Видишь, ему тоже не нравятся вибрации, исходящие от красного стула. Угу, драму повышает. Так, чё у нас здесь? Ты уверен, что этот галстук уже сам по себе заявление? Но не уверен, какой именно. На открытке изображен лес трупа, выпускающий густые клубы дыма в глубокое безоблачное небо. Она потемнела от времени и теперь имеет нездоровый цвет старого зуба. На обороте повторяющаяся дважды надпись. Я выбрался. Я выбрался. Адреса нет. Стой, стоп, 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 блядь. Там чё-то жёлтое загорелось. Обратно чё? Ну и чё? Во! Дощатые стены поскрипывают из-за холодного ветра с моря. Да, это не стоило того, чтобы возвращаться. Так, пойдём пока прессуем, значит. Раз у нас есть все кисточки и всё, что остальное нужно для этого. А потом можно спеть в караоке и выпить. Ну я заодно ещё попробую сейчас в участок позвонить. Рад доложить, что нашёл своё удостоверение, Жуль. 10-4. Рад слышать. Запишу, что нет нужды выдавать вам новое. Приём. Приятно покаяться, да? Отпразднуем пивком. Ха-ха. Угу. Ну мы там чё-то даже нас собирали, можно сходить сдать. Надеюсь, уже достаточно вечера, чтобы сходить и спеть. Да, судя по всему, сам... О, господи, вы только посмотрите. Бар полон человеческого жужжания. Никому нет до тебя дела. Но ноги всё равно превращаются в макаронины. Ой, а теперь вон та пара смотрит. Так ещё хуже. Так, тестировать не будем, а то минус получим. Так, одежда. Всё, что нам нужно для драмы. У нас что-то там её, кстати, уменьшает. Бонус от предметов минус один. Что нам снижает драму? Чечи. Снимаем. Так, ну я готов как никогда. В воздухе витает, нетерпение. Вот кто-то гасит свет и музыка вступает. Мы начинаем. Снимаем. 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 Следуйте кафешку оглашают. Про тело вспоминают. Про тело вспоминаете и руки они трясутся вдруг осознаете вы. Что? Ничего не понятно. Хм-хм. Интересно да, кому я ее посвящаю. Ну, почему бы Киму не посвятить? Ради бога, не увольняйте. Ладно, Киму. Лейтенант ничего не говорит, только коротко улыбается и отворачивается. Да-да, встревает управляющий. Ну что, все? Хочу выключить микрофон. Последнее слово. Спасибо, Мартинес. Ага, крошка церковь Сен-Санс. Управляющий кафетерием ждет, пока ты заметишь, что он узнал песню. Ага, церквушка, это на самом деле моя любовь. С ней все вышло очень плохо. Круто. Кажется, он в самом деле думает, что это чуточку круто. Чем я могу вам помочь? Угу. Логика, авторитет, драма. Так, где мой душный галстук? И нужно рубашку какую-нибудь вернуть, например, с логикой. Так, с тобой надо поговорить еще. О, привет, дорогая. Там ты опять. Опять? Я не могу верить в это. Слыхала? Ну, как я пел, понравилось? Это было неплохо, Гарри. Она тыкает спутника локтем. Правда, Жан? Уф, было. Он пялится на тебя. Было просто отвратительно. Если тебе интересно мое мнение. Бухое позорище. Со времен мигрени не помню, чтобы так ждал, пока что-то закончится. Ужасно, просто ужасно, продолжает он. Умоляю, больше никогда не подвергай никого этим пыткам. Ну, серьезно, тебе надо. Жан тихо перебивает. Она и сочувственно на тебя косится. Ему плохо, не усугубляй. И мне, правда, понравилось. Воистину. Ха-ха-ха-ха. Слушай, мне не дает покоя вопрос. Мы с тобой с одного участка или нет? Оставь ее в покое, мать твою. Огрызается мужчина в очках. Держи свою ебанину при себе и хоть раз поведи себя профессионально, чтоб тебя. Я могу вам чем-то еще помочь? Она смотрит на тебя с извиняющимся видом. Да, конечно, чушь какая. Ты ведь помнил бы, если бы выслужили вместе, правда? Кто забывает своих сослуживцев? Невообразимо. Ты с ним указать на мужчину в очках? Конечно, я с ним. Она будто удивляется собственному тону. А почему вы спрашиваете? Вы хорошая пара, приятно смотреть. А на тебя нет. Выглядишь, как будто не моешься принципиально. Встревает мужчина в очках. Ради бога. Смотрит она на тебя, потом на него. Потом смотрит на тебя. Давайте не превращать это в очередную перепалку, ладно? Ну ладно. Так, ну мы еще можем выйти. Ну, выпить успеем еще. Ладно, пойдем пока порисуем. Граффити всякие. Угу. А, нет, еще не закрывается ничего. Еще пока люди тусят. До девяти, по-видимому, тут все на месте будут. Морской бриз приносит запах не только соли, но и мяса. Не гнилое, не сырое, а жареное. Кисть есть, мазут есть. Теперь осталось только расписать стену. Кисть лежит в твоей руке, как заряженный револьвер. Что же ты напишешь, Деспирадо? В голове у тебя сменяют друг друга самые разные идеи. Я люблю тебя, кун. Нарисовать 3500-летнюю пиктограмму, обозначающую человека. Ну, допустим. Ты высказал, со стена теперь будет обеззвучно повторять твое послание миру. Еще лет 10, пока морской воздух не разъест окончательно краску, превратив ее в очередной слой городской пыли. Очень поэтично, одобрительно кивает лейтенант. У него получается не очень искренне. Да и настоящая... Да, настоящая поэзия. Ну что, может вернемся к расследованию убийства? Я слышал, нам надо раскрыть зверское преступление. Почему искусство так тебя вдохновляет? Вдохновляет-то вдохновляет. Да что вообще такое? Да мы это уже было, да. Да, мы это читали уже. Так, ну и вот эту штуку я тоже читал. Да, арт-коп так называемый. Да, арт-коп так называемый. Я уважаю моего мюрала. Ну да. Ну, крыльщика на балконе нужно завтра уже искать. А теперь нам нужно в рыбатскую эту деревушку отправиться. Ну, можно еще с дедами поболтать. Вдруг что-то появилось. На круговом перекрестке я видел статую Филиппа Третьего. Ах да, король Филипп Третий на своем жеребце. Напоминание о том, каким когда-то был Ревашоль. Ну да, конечно, он улыбается, словно вспоминая что-то приятное. Отданным на растерзание тирану кокаинисту, который опустошил казну, чтобы спать на золотой кровати. Сверхдержавой, которую боялись и уважали. Это свидетельство того, какой наша страна может стать под властью истинного короля. Того, кто умеет править. А как должен править истинный король? Решительно, не боясь обидеть чувства тех подданных, кто слаб умом и телом. Этого мятежники так и не смогли понять. Мне казалось, что правитель прежде всего должен думать о людях, а не о себе. Нация сильна лишь настолько, насколько силен правитель. Поэтому безумно было пытаться. Ох, только не надо снова заводить свою пластинку. Что случилось, то случилось. В его голосе слышна усталость. Все это брюзжание он слышал уже много раз. Карбинер ничего не отвечает. Но вся его фигура выражает непреклонную решительность. Ух ты. Насчет винтовки с ним поговорить можно. Что ты мне скажешь про это ружье? Это Бель Маграф, говорит он, принимая винтовку из твоих рук. Калибр 4,46. Казнозарядное. Производится в Ревошоле. Хорошее оружие, точное и надежное. Стрелять из нее нельзя. Пружины затвора нет, а механизм заклинило наглухо. Жаль, красавица. Добавляет он, возвращая тебе винтовку. Где ты ее нашел? Здесь, в подвале. Указать на книжный магазин. Что ж, неудивительно глядит он на здание здесь. Если поискать, найдешь целую кучу забытого оружия времен войны. Тогда у каждого было хоть что-то предпрятано. Что касается твоей винтовки, мне больше нечего сказать, пожимает он плечами. Эти БМ-446 настоящая древность. Никто такими больше не пользуется и патронов не достать. Такое удовольствие, увидеть тебя снова, офицер. Как я могу съесть граждан, полиция? Что это добрый день? Так. Ага. Все, с ним мы тоже все обсудили. Какая прелесть. Все, селень, что ты думаешь о наркотиках? Наркотики? Несколько мгновений он не знает, что ответить. Нет, я таким не занимаюсь. Наркотики разрушают жизни. Если только вы не увлекаетесь наркотиками качественно, тогда наркотики это чудесно. Целует он кончик пальцев. Вкусные сладкие наркотики. Я очень увлекаюсь наркотиками. Круто. Я знаю, что самые крутые из детективов любят и ценят наркотики. К сожалению, у меня нет ничего на продажу. И дома тоже нет. И с собой. Похоже, он говорит правду. Наркотиков не видно. Ни в коробке, ни в солнцезащитных очках. И ни под колонками. Угу. Мы ищем водителя грузовика, который перевозит наркотики из порта. Он или она где-то в этой пробке. Это еще круче, что вы все это расследуете. И все такое. Но показывает он на свои товары. Я не водитель. Я уличный торговец. Я ничего об этом не знаю. Наглая ложь, мессир. Но с убеждением таким. Поверили б ему. Не знаем и лучше. Ага. Ну ты водитель. Другой шофер опознал тебя и твой грузовик. Кто? Кто такое говорит? Тот жирный расист, верно? Наверняка он. Давно на меня зуб точит. Потому что я эмигрант, который работает усерднее него. Он меня терпеть не может. Так ты признаешься, что водишь грузовик? Нет. Я просто сказал, что упорно работаю. А он урод. Я... Он делает паузу, чтобы подумать. Ладно. Может я и вожу грузовик. Немного. Но это не просто работа. Это вовсе не самое важное для меня. А это... Разводит он руки. Моя мечта. Ага. Так ты забыл мне сказать. Именно. Это слишком маленькая часть моей жизни. Сейчас она осталась в зеркале заднего вида. Я выбираюсь из этой дыры, пользуясь собственным хитроумием. Угу. Селень, мои источники говорят, что это ты перевозишь наркотики для профсоюза. Нет, это же безумие. Это все мой жирный ненавистник. Он за мной уже неделю следит, а теперь вас прислал. Может он сам их перевозит? Вы об этом не думали? Хватит юлить, что тебе известно о перевозке наркотиков в порту. Ничего, я же говорю вам. Я... Я не дурак. Я не буду связываться с этой шайкой. Какой еще шайкой? Ну шайкой с наркоторговцами. Нет. Он говорил не о какой-то абстрактной шайке. Это была конкретная. Это шайка. Он не хочет о них говорить. Он боится. Кого ты боишься, селень? Слушайте, оглядывается он вокруг и понижает голос. Тут есть плохие люди, которые творят плохие вещи. Это все, что я знаю. Пожалуйста, не впутывайте меня в этот бардак. Я 15 лет пробиться пытаюсь. Ну вот, у нас уже есть крохотная крупица правды. Держись за нее. Если не хочешь, чтобы тебя впутывали в этот бардак, повышая голос, ты должен дать нам причину двигаться дальше. Это она. Понятно? Шепчет он. Другие водители зовут ее рулевой дамой. Лучше вам держаться от нее подальше. То, как они о ней говорят, он качает головой, уж точно не как о даме. Ну вот, свидетели с подкрепляющим доказательством. Это Руби. Кто эти другие водители, которые о ней говорят? Да все. Я ее не знаю. Я уже сказал вам все, что знаю. Все, проехали. Я правда хочу, чтобы мы это проехали. Кто именно говорит об этой рулевой даме? Расист или другой с татуировками? Он показывает на север. Да все, даже те, кто уехал. Я с ними не общаюсь. Не понимаю, у кого там татуировки. Эта рулевая дама случайно не та пожилая женщина? Показательно дальнобойщицу. Странная и не в себе. Не знаю, может быть. Если это и правда она, то я к ней близко не подходил. Говорю же, я не хочу в это впутываться. Нет, это все еще Руби. Интересно, впрочем, что он, кажется, не знает о ее существовании. А ее случайно не Руби зовут? Не знаю, я же говорил, что не знаю ее имени. Отлично. Он мгновенно возвращается к своему обычному образу. Замечательно. Давайте сменим, отметим это покупкой. Вы можете орожиться модными солнечными очками детектива. Вы оба, вы это заслужили. Поступь не человеческая. Всего лишь собака, не более. Так, маленький перерывчик. Так, ну что, допросим водителей. Я слышал, что среди шоферов есть женщина. Но ее, похоже, тут нету. Ты знаешь эту рулевую даму? Он переминается с ноги на ногу. Ему явно вдруг становится неуютно. Потом он отворачивается. Я не хочу об этом говорить. Этот парень знает Руби. Тут все понятно. Прикинься дураком и вытяни из него все, что получится. А почему? Ты что-то знаешь? И что же? Черт, а я-то надеялся, что это не она. Закусывает он губу. Но могу только сказать, что сейчас ее тут нет. И что она вовсе не похожа на какого-то злобного наркокурьера. И что я не знаю, где она. Угу. Что это за человек? Как ее зовут? Слава богу, я не знаю. Ее тут называют рулевой дамой. Своё имя она держит в секрете. Даже от меня. Теперь я понимаю, почему. Ага, и как она тебе? Друг? Знакомая? Не знаю. Она была единственным человеком в этой чертовой пробке, с кем я мог поговорить. Не хочу сдавать ее в руки закона. Понятно? А как она выглядит? Женщина довольно молодая. Грубая, но по-крутому грубая. Какого цвета волосы? Крашеные в синий и фиолетовый. Отвечает он неохотно. Когда она явилась сюда, были фиолетовые, а когда уезжала синие? Ага, тогда она могла их снова перекрасить. Может она покрасила их в рыжий? Тит говорил, что у Руби рыжие волосы. Я уже спрашивал тебя, кто занимается наркоторговлей? Ты сказал, что не знаешь, а теперь выясняется, что знаешь. Да я не знал, дружище. Я же говорю, что надеялся, что это не она. Что она не будет в этом замешана. Он все еще надеется. Это не какой-то обман. Просто он подменяет желаемое... Желаемое действительное. Верно, ложь мы проспознали. Но доброе сердце вещь сложная. А это все эмоциональная риторика. Он что-то знал, но тебе не рассказал. И это факт. Когда она уехала? Черт, я не хочу. Он поднимает голову и глядит тебе в глаза. Прошу, брось ты это все. Что бы она ни сделала, это не может быть так уж плохо. Она не плохой человек, я это точно знаю. Мы не можем бросить... Это часть полицейского расследования. А, мы не можем бросить эту часть полицейского расследования. У вас всегда вот так? Все, у вас часть расследования. Он качает головой. У этой девчонки свои тараканы. Если ее поймать, она может и не выжить. Я не могу брать такой грех на душу. До этого не дойдет. Мы не станем ее преследовать. Нам просто нужна информация. Я вам не верю. Но поверь, это действительно так. Я просто не могу, дружище. Я не настолько наивен. Ты говоришь, у нее свои тараканы. Что это значит? У нее в душе темнота. Та самая темнота, что бывает в юности, когда думаешь, что все кончено. И ищешь путь выхода. Она вам это рассказала? Да, и поэтому я не стану на нее стучать. Я не прошу тебя стучать. Просто ответь на несколько вопросов. Стучать, дружище. Стучать. Я знаю, что это такое. Мне говорили, что все ее боятся. Ты нет? Я слышал сплетни. Я видел, как другие шоферы косо смотрят на меня, когда мы разговариваем. И да, она мне говорила. У нее была жестокая жизнь, но я не боялся ее. Скорее, я боялся за нее. Это ее жестокая жизнь включала в себя перевозку наркотиков? Ну, вздыхает он. Теперь-то похоже, что включала. Но мы об этом не говорили. Мы говорили о жизни, знаешь ли. Она рассказывала о том, что творится у нее в голове. А что творится? Да как работает ее разум? Сколько проблем он ей приносит? Сколько боли причиняет? Когда она уехала, то оставила свой грузовик. Слушай, дружище, давай ты кого-нибудь еще будешь доставать такими вопросами, ладно? Тут полно других шоферов, которые ее терпеть не могли. Или боялись. Они ее с радостью сдадут. Он прав. У нас есть и другие варианты. Расист, например. Хм. Седовласая женщина, может, она что-то знает. Погоди. Сначала этот парень говорит, что они друзья теперь знакомые. И он ничего не имеет против того, чтобы ее сдали другие. Надави на Томми, и это разобьет ему сердце и сломит дух. Только не жди, что после этого вы останетесь приятелями. Угу. Значит, ты не против, что ее сдадут другие? Ты просто свои руки марать не хочешь. Слушай, я не хочу становиться палачом. Ну и рыцарем быть не желаю. Я просто хочу спокойно спать по ночам. Ну и немного славы мне тоже не помешает. Хе-хе. Поставь себя на мое место. Мне это нужно для другого расследования. Это важно. Я не могу это провалить. Ну, ты же не станешь вышибать мне мозги, если все же провалишь его. Верно? Потому что она-то уже на краю, дружище. Я бы не был так уверен, Томми. Только представь себе, взрыв. Взрыв звезд. Прощай мир. Мир людей, денег и машин. О чем это у нас империя внутренняя? Она подозреваемая, и ты должен мне сказать, где она, иначе я не смогу закончить расследование. Я думал, ты не такой полицейский. Он смотрит тебе в глаза. И что-то ломается у него внутри. Он понимает, что ты использовал его дружелюбие и доброе расположение в своих целях. Ну, где находится рулевая дама? Вот. Он достает из кармана брелок с ключами и глядит на них и отдает тебе молча. Он отдает ключи тебе. Ее грузовик остался здесь, вон там, за статуей Филиппа. Машет он рукой в сторону памятника. Зеленая кабина. Это ключи от двери. Вот и все, что я знаю. Когда она пропала? В прошлую пятницу. Он моргает, и взор его становится наполовину пустым. Угу. Что-нибудь еще? Знаешь, где она сейчас? Нет, не знаю. А как ключи оказались у тебя? Она сама мне их отдала, потому что доверяла. Попросила отогнать грузовик, если пробка рассосется. Иначе... Он не заканчивает фразу. Иначе другим шоферам придется отбуксовывать его с дороги или вскрывать кабину. Он кивает. А если они попадут в кабину, то что там найдут? Что-нибудь обличающее? Хм. Извини, но мне пришлось это сделать. Не сомневаюсь. А ему жаль, что не вышло... Что не вышло быть, как он хотел. Хорошим человеком. Это его последняя реплика. Его месть миру. Ладно. Нет, сейчас мне надо поразмыслить. Помолиться о прощении грехов. Иди осматривай кабину. Добавляет он тихо. Надеюсь, то, что ты там найдешь, хоть как-то кому-то поможет. Найти еще баскулют. Привет, компатриот. Ты у нас есть что-то, чтобы разговаривать? Нет. Ну ага, вот тут кабина. Ломан. Ты отбил меня? Этот зеленый фаун Аям. Кантемпоран. Стоит в тени возвышающихся над ним развалин. Он видал лучшие дни. Это тот, про который говорил нам наш парень. Лейтенант заглядывает внутрь. Ага, попробует заглянуть в окно. Стекла на боковых окнах затем немны и покрыты пылью. Но с трудом различаются контуры сидений и двух рулевых рычагов. Небольшое окно сзади закрывает плакаты. Ты не можешь разглядеть, что на них. Ты словно заглядываешь к кому-то домой. Внутри очень уютно уединенное тепло. И пыльно. Так, подергай дверную ручку. Дверь заперта, а ручка блестит, словно ее недавно поменяли. Открыть дверь ключом, который дал тебе Томми. Ты вставляешь ключ в замок и поворачиваешь. Замок издает скрип. Потом дверь приоткрывается. На несколько сантиметров. Если постараться, ты сможешь открыть. Теперь вновь бьют запахи сигареты одеколона. Изнутри кабина оклеена старыми киноплакатами. Актрисы улыбаются тебе со стен. Спереди стоит радиопередатчик. А под водительским креслом спрятан ящик с инструментами. Кое-какие из них валяются около педалей. С пассажирским сиденьем что-то странное. Ткань обивки туго натянута на нижнюю часть, где должен быть ящик с инструментами. Так, оценить плакаты. Это киноплакаты, изображающие старлеток из давно забытых фильмов 20-х годов, 10-х, даже конца прошлого века. Один плакат привлекает твое внимание. Инженю на постере из журнала. Прикреплено прямо над задним сиденьем. В горьком воздухе кабины чувствуется запах одеколона. Приятного, с мускусными нотками гибискуса. Угу. Минуточку, что это за запах? Остатки одеколона со сладковатым запахом можжевельника. Вероятно, это гранат номер 5. Ага, изучить постер из журнала. Актриса одета в облегающее платье, обнажающее плечо. Поперек плаката, выцепший от времени автограф. Она смотрит мимо камеры. Тебя охватывает гамма чувств. Нежность, какая-то тоска и ощущение трагедии. Погоди, это актриса. Она правда очень похожа на Клаосия. Может, она все-таки была права насчет Руби? Это Типи Тижон. Старлетка времен заре кинематографа. Запомнилась она не талантом, а трагической безвременной смертью. Что с ней случилось? Угу. Она умерла в наркотическом притоне. Дверь к реке. На Буги-стрит. Недалеко отсюда. Смесь кокаина и морфия. Мир пугал ее, и камеры тоже. Актрисы и редкие актеры тепло улыбаются тебе на прощание. На центральной панели закреплен радиопередатчик, а под водительским креслом спрятан ящик с инструментами. А, ну да. Так, осмотреть радио. Похоже, что тут нет ручки настройки, чтобы радио работало. Нужен ключ, но ключа нет. Очевидно, он остался у неизвестного... у неизвестнокододевшейся рулевой дамы. Ким склоняется к радио и бармочит себе под нос. Странно, тут сохранено столько радиостанций, их больше сотни, это точно. А зачем кому-то столько радиостанций? Чтобы общаться со всеми остальными дальнобойщиками, например. Щелкает он переключателем радио. Тут только короткие волны и УКВ. Похоже, мы имеем дело с настоящим организационным центром, нервным узлом масштабной операции и раскинувшейся на большое расстояние. Мы можем что-то сделать с радио? Вряд ли. Без ключа настройки оно работать не будет. Ага, что тут еще есть? Прозрачные актрисы и ржавый ящик, понятно. Призрачные, точнее. Так, осмотреть педали. Ты втискиваешься под приборную панель, чтобы получше осмотреть. Похожи инструменты, которые тут валяются. Это молоток, плоскогубцы, ржавый гаечный ключ. Побросал на пол неаккуратный шофер. Но одна странная деталь привлекает твое внимание. На педаль газа наклеена наждачная бумага. Наждачная бумага помогает ноге не скользить. Ага. Похоже, что шофер наклеил на педаль наждачную бумагу, чтобы не скользила нога. Наждачную бумагу? Переспрашивает лейтенант. Интересное решение. Наждачка должна была стереть узор с подошвы правого ботинка водителя. И? Ему нравится, к чему ты клонишь. Доверю вам честь самостоятельно сложить улики, думает он. У следов одной из паровбиви на месте преступления была необычная особенность. Одна подошва была более гладкой, чем другая. Что означает, что наша пропавшая рулевая дама присутствовала на расправе. Сграются глаза лейтенанта за стеклами очков. Значит, Руби действительно управляет масштабной операцией из своего грузовика. По крайней мере, мы можем задать титул конкретные вопросы по этому поводу. Надо, кстати, отметить, чтобы не забыть. Приподнять обивку на пассажирском сиденье. Вуаля, под обивку сиденья засунули стопку аккуратно сложенных бумаг. Ты видишь три карты, изображающие большую городскую область. Это Ревошоль, и некоторые дороги и шоссе на картах обведены карандашом. Банепрайс, хвалит тебя лейтенант. Пока ты копаешься в сокровищах потрепанных и аккуратно сложенных. Так, развернуть верхнюю карту. На большой карте показано проходящее по эстакадам шоссе с номером 881. Въезд, ведущий из Мартинеза. Отмечен синим крестом. Еще один крест стоит на съезде в районе, который называют Старым Югом. Будки оплаты на въездах отмечены кружками. Похоже, что попасть на проходящее над Джемраком шоссе можно всего в нескольких местах. И хозяин карты знает их все. Сотни тысяч мотокарет с ревом несутся по 881 высоко над массой красных и коричневых крыш Джемрака. Водители даже не смотрят вниз. Для них не существует мир за пределами ветрового стекла. Угу. Понятно. И куда ведет эта дорога? В Курон через районы для среднего класса. Вон тут, у реки, а потом в Стеллу Мари и Дельту. Работать. Жителям Джемрака... Жителям Джемрака же остается только копошиться на улицах под дорогой. Ага, развернуть вторую карту. Это муниципальная карта 30-х годов. Изображает сложную систему ливневой канализации под районом старого военного госпиталя. Который называют Язвой. Это совсем рядом с 41-м участком. Вот и ответ на главный вопрос истории. Почему ни один ливень не утопил Ревошоль? Ветер гуляет в пустынных коридорах некогда величественного военного госпиталя. Теперь это просто развалины, запущенные в запущенном парке. Под зданием госпиталя гудят и дрожат туннели канализации, живущие своей жизнью. Что это за звук? Трахтение мото-кареты грузовиков, катящихся по давно забытым туннелям в свете газовых фонарей. Так, третья карта. Последняя карта показывает лабиринт служебных туннелей, оставшихся после строительства шоссе 881. Несколько проходов отмечены карандашом. Там, где канализация и туннели поднимаются на поверхность вблизи района отчуждения и разделительного островка в центральном Джемраке. У озера. Похоже, что контрабандисты заполнили дорожную сеть, которая принадлежит восточному мототранспортному тракту. Ага, то есть контрабандисты внедрились в мототранспортный тракт. Похоже на то, нахмурившись изучает карта лейтенант. РГМ патрулирует большинство этих второстепенных дорог. Но, конечно, не все. И где в итоге оказывается контрабанда? Сложно сказать. Сеть распространения выглядит весьма обширной, однако достаточно неубедительной. Она ничего не говорит о стоящих за всем этим бессмертных. Бессмертных почему-то звучит знакомо. Бессмертные это ревошольский преступный синдикат. Они называют себя наследниками 14 ревошольских индотриб. Но на деле просто жестокие банды, которые грызутся за контроль над западной частью города. С крутыми именами добавляет он с отвращением вроде Лапуте Мадре или Ахура Мазда. Черный юмор. Ага. Как ты думаешь, кто за этим стоит? Точно не профсоюз. Они просто выполняют часть перевозок. Эта операция раскинулась на весь жемрок. А если она такая масштабная, то самым вероятным подозреваемым остается Мадре. Он это скверные новости. Ким снимает очки и протирает носовым платком. Раньше уже были попытки серьезного расследования, но они не закончились для участников ничем хорошим. Угу. Особенно скверные новости это для копов, у которых в прошлом может быть что-то такое, о чем они сами не знают. Лейтенант кивает. Лучше тут ничего не трогать. Я вызову криминалистов, и они осмотрят грузовик и все заберут. Стопка карт выглядит так же, как и раньше. Ага. Так, ящик с инструментами. Из-под сидения выезжает металлический ящик. Он пуст, если не считать сложенной газеты. Развернуть газету. Это номер... Ой. Перпетикюрует что-то там за прошлую среду. На пол выпадает листок бумаги, который был спрятан между страницами. Подобрать. Похоже, что эта статья вырвана из журнала для радиолюбителей. Сложные математические уравнения описывают основы чего-то, что называется система частот УЛАН. Эти формулы отчего-то выглядят мучительно. Может это из-за похмелья, но от них у тебя раскалывается голова. Лейтенант выглядывает у тебя из-за плеча и читает заметку. Система частот УЛАН. В первый раз слышу. Я знаю ФМ, АМ, УКВ, но... Он замолкает, погрузившись в размышления. Ты закрываешь ржавую дверь старого грузовика. Отлично, я думаю мы ничего не упустили. Можно вас на пару слов, детектив? Он отходит от грузовика, прежде чем... Ну, прежде чем мы вернемся к Джойс. Ладно, тут закончили. Давайте подведем быстрый дебрифинг. Обсудим, что нашли, чтобы не возвращаться к этому при представительнице компании. Похоже на стандартную полицейскую процедуру. Ким, что ты обо всем этом думаешь? Честно говоря, я порядком обеспокоен тем, что мы видели. Все улики говорят о масштабном, хорошо организованной операции. Особенно заинтересовал меня тот радиопередатчик. Вернее, огромное количество станций, к которым он может подключаться. Похоже, это предполагаемые наркоторговцы. Создали гигантскую сеть. Это означает хорошее финансирование. Такие технологии, их наверняка спонсирует какой-то крупный игрок. Не знаю, что это за частоты УЛАН, но это может оказаться важным. Возможно, это наиболее оптимальный способ связи между грузовиками, которые позволяют избежать утечек на частоте. Или, может быть, они используют для подключения к сетям РГМ. Для прослушки разговоров, твоих разговоров с участком, пугающая перспектива. Ах да, мы еще нашли карты. По ним виден географический масштаб операции. Похоже, они используют заброшенные тоннели и подъездные дороги, чтобы оставаться незамеченными. Это полезная информация. И что не менее важно, мы нашли машину Руби. Это, несомненно, указывает на связь с профсоюзом. Угу. Возможно, Клаа Севла права насчет Руби. Она ужасно похожа на девушку с плаката, висящего в кабине. Вероятно, вы правы. Он задумывается. Если честно, эта связь кажется мне несколько сомнительной. Я предпочитаю не полагаться на человеческие эмоции. Возможно, потому что я не очень-то хорошо в них разбираюсь. И тем не менее. На самом деле, он неплохо в них разбирается. Ему просто не нравятся неубедительные связи. Особенно такие. Профсоюз действительно тут со всех сторон завязан. Так или иначе. Похоже, они отметились как минимум в логистике. Однако, не надейтесь распутать эту связь, пока мы здесь. В лучшем случае, мы сможем использовать эту информацию как рычаг давления на них. Как дополнительный козырь, чтобы получить другие преимущества. Ну, в общем, РГМ начнет расследование. Нам следует вернуться к делу об убийстве. Посмотрим, что Джойс расскажет про самосуд. Когда закончим все дела на сегодня, я позвоню в участок и предложу нашему отделу по борьбе с оборотом наркотиков заняться этим. Оснований для официального расследования более чем достаточно. Займемся этим позже, когда закончим здесь. Очень не хотелось бы увязнуть в этом деле. А сам что думаешь? Сам факт, что его до сих пор никто не замечал, заставляет меня задуматься. Я имею ввиду расследование. Особенно, если в деле замешана группировка МАДРА. А я не могу поверить, что они тут ни при чем. Это действительно настораживает. Коррупция. Он кивает. Как бы то ни было, мне не нравится идея передачи этого дела в отдел внутренней безопасности. Это вряд ли кому-то поможет. Понятно. Фух. Вот это, конечно, да. Сейчас о себе еще сделаю пометку о том, что нам нужно будет в следующей серии с татуированным мужиком поговорить. Возможно, о наркотиках. Вот. Ну и плюс, да, мы сходим еще раз к Титу. Потом поговорим с Эвраром о наркотиках. Но они, возможно, просто могут что-то нам подсказать. Поэтому, как бы, вот. Ну и потом сходим, доизучаем еще рыбацкую деревушку. Более чем достаточно дел. А на этом закончим. Благодарю за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok